Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Страдают и мерзнут. Захожу в квартиру, у меня течет батарея. Коммунальщики продолжают оставаться в центре внимания телеграм-каналов и интернет-источников. В чем дело? Не прожигая свою жизнь, брошенные окурки из балконов приводят к пожарам в квартирах. По стране шагает акция МЧС. В чем ее суть? Хендмейд по Бобруйски. В центре досуга и творчества открылась экспозиция. Три стихии. Камень, песок, вода. В чем ее уникальность? А также многовекторная политика, дождливый ноябрь и помощь детям. Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» стартует в Могилевской области. Когда? В объективе сферы ЖКХ. В интернет-пространстве чуть ли не ежедневно появляются новости о том, что коммунальщики ничего не делают. Либо выполняют работу некачественно, а простые жители от этого страдают. Одних затопило, другие мерзнут. Но всегда ли оправданы претензии в их адрес? Наша съемочная группа отправилась в рейд по проблемным местам. Захожу в квартиру, у меня течет батарея. Подставляю тазики, вырывает резко, у меня какой-то там болт был закручен батареей. Резко его вырывает, и большой поток воды, течет вода. Закрывая одной рукой дырку в батарее, второй набирает номер аварийной службы. До их приезда соседи Юлии помогли перекрыть воду. Прорыв случился вечером 16-го числа. Обнаружили, что у них течь батареи отопительного прибора в районе крана Маевского. Пытались самостоятельно исправить эту ошибку, но у них не получилось. Вырвало этот кран, и получилось, что произошло залитие. Было аварийно перекрыто. В районе 9 часов утра отопление было запущено, что было подтверждено жильцами данного дома. Точка в этой истории еще не поставлена. У хозяйки квартиры на горелика 8 есть претензии к коммунальщикам. А в нижние этажи туда никто не ходил, но там у женщины провез потолок натяжной от воды. Окей, какие у вас дальнейшие планы по этому поводу? Что будете делать? Пойду разбираться. Это не моя вина, я не виновата в этом, поэтому буду требовать от коммунальщиков, чтобы возместили ущерб. Но они устранили проблему или нет? Мы пришли сегодня с утра, установили мне вентиль на батареи. Но там был, как я поняла, не то, что надо было. Ставится кран Маевского, правильно, в батареях? Вот. А у меня было что-то не то. Если на горелика ситуация не до конца понятная, кто виноват, а кто жертва, то на Гагарина 8 все прозрачно ясно. Кто-то из жильцов решил навредить и себе, и своим соседям. Вот эту вот штуку. Ну, я думаю, преднамеренно. Заскнули. Так, было. Два грани открыты было. Эта до конца и эта до конца. Я дома, рядом живу. Слышу, что бит что-то. Я думал, душ. Тут вот. Тогда слышу, что по голове не то. Я открываю. Душ. Нет. Верно закрыто. Я открываю. Тут полно воды. Я сразу подскачив, закрыл. Один. Второй. Сразу побежал на лахту. Вахтера позвал. Говорю, посмотрите, это... Ну, кто-то сделал правномерно. Василий достал сразу тазик и стал черпать воду, чтобы никого, ничего не затопило. Мужчина говорит, все у нас работает, а если что и выходит из строя, специалисты моментально на это реагируют. И все-таки, как бы ни пытался он быстро устранить мини-наводнение, ущерба не удалось избежать. Воды было настолько много, что она вся стекла на первый этаж. Потолок теперь в плачевном состоянии, но коммунальщики пообещали устранить все в кратчайшие сроки. Случаи такие бывают часто. Вот это вот... Я считаю, что просто негатив выкладывают. Нет. Если правду выкладывают, мы сразу реагируем, приезжаем, устраняем. Ну, и вот этот случай именно показывает, что это просто неадекватность жильцов. То есть, сами сделали себе проблем. И вот сейчас последствия на первом этаже придется нам устранять. Дом на Ковзана, 54, в последнее время стал, наверное, самым знаменитым. На балконах жильцы сделали целые плакаты «Не тепла, где отопление?». Специалисты говорят, недостаточный подогрев в батарее к всему виной. При этом измерения в квартирах показали, что температура выше нормы. При положенных 18, в квартирах 21-22 градуса. В настоящее время постоянно идет развоздушивание в доме. Значит, работают наши сантехники. Значит, вместе с теплоэнергетикой сейчас ищем причины часто развоздушивания. Вот в таком обе. Когда устраните проблему? Я думаю, в течение полтора-двух суток устраним. Может быть, даже завтра к утру. Самый активный протест выражают хозяева 55-й квартиры. Наша съемочная группа попыталась пообщаться с жильцами, но дверь перед камерой быстро закрылась. Раз, можно хозяев квартиры 55-й? Это... Это... Коммунальщики не отрицают. Да, проблемы есть и будут. Но на них стараются реагировать оперативно. Ну а многие наши граждане, жаждущие интернет-славы, из мухи раздувают слона. Это сделать проще, чем пойти разобраться в проблеме и услышать мнение двух сторон. Любую проблему решить можно. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 116 699 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 917 080 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Бороться с коронавирусной инфекцией белорусским врачам помогают свыше 2,5 тысяч студентов старших курсов медицинских университетов страны. Одни часами по телефону консультируют больных, другие в прямом смысле слова спасают жизни. Тем временем общее количество заболевших коронавирусом превысило 55 миллионов. Обязательный масочный режим уже действует на все территории Минской, Витебской и Гомельской областей, в Могилеве, Бобруйске и в семи районах Могилевской области, а также в Гродно и Лицком районе. Если мы используем одноразовые маски, то они меняются каждые 2-3 часа, либо по мере загрязнения, либо увлажнения. То есть маска выкидывается либо в урну, либо складывается в пакетик и затем в урну, если вы не можете ее сразу выбросить. По многоразовым маскам использовали то же самое 2 часа, потом сложили в пакетик, постирали, утюжили и можно использовать повторно. По респиратору, в зависимости от его класса, степени защиты, на инструкции прописан срок его применения. В масках, напомним, люди должны быть на своих рабочих местах, при посещении всех объектов, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, носить средства защиты, также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки и такси. Внешняя политика, запас на зиму и скользкие дороги. ГАИ призывает быть осторожными за рулем, что не стоит забывать. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь всегда готова сотрудничать со странами, которые соблюдают принципы взаимоуважения, искренности и порядочности. Об этом на совещании по вопросам внешней политики заявил Александр Лукашенко. Президент пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми наша республика в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты. И особенно о ближайших соседях – Польше и Литве. В регионах Беларуси созданы стабилизационные фонды продовольствия. Каждая область заложила в хранилище овощи и фрукты, которыми до весны будут обеспечивать торговые сети и соцучреждения. Закрыма в основном универсальные, но каждый регион в чем-то преуспел больше. В Гомеле, например, хорошее урожай капусты, а в Могилеве – яблок. К слову, полевая работа на финишной прямой. Осталось убрать последние гектары поздней капусты. Госавтоинспекция напоминает о правилах вождения в гололед. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Водителям нужно переходить на зимний стиль управления авто. При возникновении гололеда не стоит делать резких движений. Тормозить нужно аккуратно, а также снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал. Особо осторожными надо быть и пешеходам. Многотворительный марафон «Согреем детские сердца» стартует в Могилевской области 1 декабря. Масштабная акция проводится в регионе девятый раз в преддверии новогодних и рождественских праздников. Движение будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей. Эта неделя в Беларуси будет дождливой. В прогнозах также мокрый снег, местами слабый туман, на отдельных участках дорога Лоледица. Ночью от пяти мороза по востоку страны, до плюс семи градусов по западу. Днем столбики термометров поднимутся до плюс десяти. В предстоящие выходные погода будет характерной для ноября. Ночью ожидается до минус пяти, а днем около трех тепла. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. ГАИ ищет свидетелей ДТП, которое произошло в прошлую пятницу. Авария случилась на остановке Киселевича ориентировочно в пятом часу вечера. В результате дорожно-транспортного пассажирам автобуса 5Д были причинены телесные повреждения. Госавтоинспекторы просят жителей, которым известно обстоятельства происшествия, позвонить по телефону 71 55 55 или 59 01 99. Не прожигая свою жизнь, позади у республиканской акции МЧС два этапа. Третий проходит в колледжах и университетах. Сегодня спасатели заглянули в медицинские. Учащимся рассказали про смертельную формулу «выпил, закурил, уснул». Ведь более 90% пострадавших при пожаре находились в состоянии алкогольного опьянения или курили в постели. Встреча прошла в формате открытого диалога. Будущие медики рассказали о безопасных знаниях, а профессионалы о том, как уберечь себя и своих близких от гибели. Мы продемонстрировали сегодня фильм «Жертвы пагубной привычки», который показывает, как, во-первых, эксперимент проводится, непотушенная сигарета к чему приводит и как быстро приводит к пожару. А также реальные случаи из жизни, когда обброшенные окурки из балконов приводят к пожарам в квартирах, когда непотушенная сигарета становится причиной гибели людей на пожарах. Такие встречи необходимы, отмечают спасатели. В качестве аргумента приводят неутешительную статистику. Всего с начала года в Бобруйске произошло 63 пожара. Погибли 5 человек. Самая распространенная причина – неосторожное обращение с огнем. Авторские штучки в Центре досуга и творчества открылась выставка изделий ручной работы. Здесь свой хендмейд представили три ремесленницы – Ирина Свинтицкая, Лариса Босикова и Ирина Мелешкина. Художниц объединяет любовь к коже и камням, но у каждой своя концепция. Мы неповторимы в своих работах и друг друга, можно сказать, дополняем. Поэтому для зрителя будет интересно больше рассказать о камне, конкретно песок я представляю, и пейзажи, живопись, в основном вода. Три стихии – камень, песок, вода, с моей стороны. Но девочки в основном только камни представляют и тоже живопись. Экспозиция будет работать до 1 декабря. Вход свободный. Посетители ждут по адресу Куйбышева, 59. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...